С Украиной ЕС перегнул палку. Председатель комитета Госдумы Украины по международным делам Алексей Пушков дал интервью немецкому изданию «Депресс». Евросоюз с точки зрения Пушкова допустил ошибку, увязав соглашение с судьбой экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. «Для ЕС это вопрос принципа, но нужно было учитывать, что Юлия Тимошенко не кто-нибудь, а главная противница президента Януковича. Потребовав ее освобождение, Евросоюз сделал попытку повлиять на баланс власти на Украине. Это плохая идея. ЕС перегнул палку». Что же до России, то депутат считает, что Россия лишь дала Януковичу понять, что если Украина присоединится к зоне свободной торговли Евросоюза, Россия будет защищать свой рынок от дешевых продуктов с помощью таможенных пошлин, сказал он. Так или иначе, цели России и ЕС понятны. Обоим нужны новые рынки, и вовлечение в свою орбиту новых стран неизбежно. Раньше Европейский Союз мог предложить больше, чем сейчас. У него нет денег, рассуждают Пушков. Украина отчаянно ищет возможность расплатиться за российский газ. Она должна России много денег. Западный курс Грузии. Любопытная статья замредактора редакционной полосы «Вашингтон-Пост» Джексона Дила. И вот что пишет. Ровно 10 лет назад 35-летний, получивший образование в Америке, юрист Михаил Саакашвили возглавил марш протестующих грузинскому парламенту, который закончился свержением коррумпированного режима. Харизматичный Саакашвили вскоре стал президентом Грузии, символом прозападных перемен. В Москве его ненавидели так же сильно, как обожали в Вашингтоне. Напоминает Дил. И что теперь? 10 лет спустя Саакашвили вернулся туда, откуда и начинал в Соединенные Штаты. За эти годы его разлюбили и на родине, и в Вашингтоне. Администрация Обама не слишком интересуется Грузией. Автор пообщался с самим Саакашвили. Как его называют ласково Миша, остается оптимистом. Он уверен, что реформаторы вернутся в Грузию. Сам он тем временем возвращается к частной жизни простого гостя Америки. И вот что сказал Саакашвили журналисту «Вашингтон-Пост». «Я помолодел. Я начинаю фактически с нуля. Я не устал. И отдых мне не требуется. Но моему народу нужно от меня отдохнуть». Конец цитаты. Никто не проиграл. Все оказываются в выигрыше. Такова основная мысль крайне оптимистического заявления, сделанного министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в связи с достигнутой договоренностью по ядерной программе Ирана, пишет Christian Science Monitor. Договоренность дает Ирану право на мирный атом, но вводит новые жесткие стандарты наблюдения за сокращенной ядерной программой в обмен на смягчение санкций, поясняет автор статьи Fred Wehr. И вот цитата Сергея Лаврова. «Думаю, что в конечном итоге это выигрыш для всех. Мы существенно снимаем вопросы, которые возникали у многих стран в отношении того, нет ли в иранской ядерной программе рисков для распространения оружия массового уничтожения». Конец цитаты. Эксперты государственных исследовательских институтов сходятся во мнении, что роль России в преодолении разобщенности между Востоком и Западом была определяющей. Ясно одно, в ближайшем будущем не будет войны. Израиль вряд ли сам нанесет удар по Ирану, добавил автор. Канцлера Ангелу Меркель прослушивали сразу пять разведок. Немецкий журнал «Фокус» ссылается на данные спецслужб Германии. Выяснилось, что телефон федерального канцлера прослушивали не только американские, но также российские, китайские, северокорейские и британские разведчики. В статье также сказано, что шпионскую деятельность в Германии ведут 120 российских агентов для маскировки, официально приписанных к московскому посольству и дипломатическим представительствам, а на самом деле подчиняющихся службе внешней разведки, главному разведывательному управлению и Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Конец цитаты. Как утверждает издание, сотрудники иностранных разведок в прошлом году пытались завербовать более сотни немецких политиков, чиновников, военных, предпринимателей и ученых. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У правозащитников возникают вопросы к использованию так называемой дипломатии черной икры. Этим неким обществом для улучшения имиджа одной из самых автократических стран мира в момент, когда над государством висят обвинения в фальсификации результатов выборов и суровом обращении с независимыми журналистами и оппозиционными партиями, говорится в статье. Но британские депутаты, которые были наблюдателями на президентских выборах в Азербайджане, возражают, пишут авторы и считают, что выборы прошли на высшем уровне честно и справедливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин